Рядом со мной, вернее, передо мной находится Егор Маркелов. Привет, Марик! Здорово! Ну, второе место уже фактически минимум обеспечено. Как вы готовились к турниру? Готовились очень долго и плотно по интернету из домов, потому что у нас там и Starladder был игры, и на ECU у нас было куча игр онлайн, поэтому практически каждый день с понедельника по четверг и воскресенье, включая, тренировались, грубо говоря, с пяти, ну, кто с пяти, кто с трех дня и до часу ночи примерно. Ну, в последнее время был спад у команды, ну, все его заметили, вы в том числе, наверное. Как вы вообще справились с этой ситуацией? Потому что вот Зевс рассказывал, что есть какие-то недопонимания в команде, кто-то что-то не делает. Как вообще ты отнесся вот к тому, что вы ничего не выигрываете или там, где выиграете, вы проигрываете? Вообще-то я уже с этим смирился, мы не выигрывали ничего полтора года и до этого еще там годок примерно. Поэтому, ну, как-то нормально к этому отношусь, конечно, не хватает этих эмоций первоместных победителей, но, ну, нормально, мы без исключения, нам всем нравится играть в КС, не то, что там могут некоторые подумать, играем только за зарплату, нет. Мы все хотим играть, у нас у всех есть желание и, конечно, есть проблемы, и мы пытаемся как-то эти проблемы, ну, решать. Конечно, это очень, у нас не очень хорошо получается, у нас и до сих пор есть куча проблем, куча проблем, которые были очень уже долгое время, но до сих пор мы их не можем решить, но все равно нам что-то помогает выигрывать. Ну, мы, в общем, короче, стараемся, стараемся прогрессировать и лучше играть. А что ты скажешь конкретно о своей игре, о БВП? Ну, ты сегодня очень хорошо попадал, наверное, в МВП этих игр сегодняшних. Ты почувствовал, что ты уже более четче попадаешь? На самом деле, вот был период до того, как мы начали играть, ну, именно плотно тренироваться. Это после моей поездки на Кипр было, после отдыха. Я тогда много не... я до поездки не играл в КС практически вообще. Приехал, и я уже приехал с мыслью о том, что вот надо плотно браться за КС. И первые несколько дней мне было тяжело на тренировках, я там дынил, никого не убивал, злился сам на себя, все такое. Но потом, когда просто вот я просыпался, там, шел в зал или по каким-то делам своим, приходил, садился на тренировку, начинал играть. И вот прошло там буквально четыре дня, я набрал форму, и я уже чувствовал силу в себе. И эта сила не пропадала вот все это время. То есть я знал, что я могу, я не так уж и плох. И там и с АВП, и вообще с обычных девайсов. То есть уверенность в себе не пропала. А разве наконец-то этот слух, что ты играешь в доту больше, чем в КС? По крайней мере в стиме именно так. Что в стиме? У меня в стиме профайл закрыт, вы не можете знать, сколько у меня. Написано, по-моему, 2400 или что? У меня 2495 часов наиграно в доту и 1158, по-моему, часов наиграно в КС. Но при том, что я в доту играю два года, а то и больше, в КС я играю полгода. То есть обычный в одеватель, который примерно в четыре раза больше я играю в КС. Поэтому, ну, дота здесь вообще ни при чем. Я просто играю там с друзьями, там, часов в 12 соберу какой-то микс. И паблики катаем там, миксы. И все, ну, это максимум. Она никак не мешает мне играть в КС, потому что дота это просто развлечение с друзьями поиграть. А КС это моя работа, это мое увлечение, это моя страсть. Если теоретически предположить, смогут вы менять дисциплину вообще, если, скажем, завершится... Да? Да. Ну, то есть, чувствуешь, что ты хорошо играешь в доту? Я на определенном уровне, я играю хорошо. То есть у меня много... Ну, я знаю, что у меня нет многих моментов, как у проигроков, которые по самой игре, они по микро-ситуации во время игры, они понимают лучше, что надо делать, как надо делать, там, когда смог ганг сделать, когда там еще что-то. Да, у меня этого нет, но в целом, в целом у меня, ну, неплохие шансы. Если теоретически был такой вариант, там, сменить, если нет, то есть. Гид Райт как-то говорил, что Форест тоже очень хорошо играет в доту, играл с ним, что скажешь вообще? Ну, я знаю, что Форест очень хорошо играл в хон, реально очень круто, он там за керри постоянно играл, ну, и реально хорошо. Несколько раз, ну, он у меня есть во Фронахске, я иногда там, ну, вижу, как он играет в доту. Ну, и так чисто, чисто по приколу, заходил, смотрел, как он играет, ну, не знаю, может, я не на те игры попадал, ну, ничего особенного, не знаю. Понятно. Ну, вернемся к сегодняшним играм. Вы обыграли Virtus.pro, наконец, долгожданная победа, я думаю, прибавила вам всем мотивации. Когда вы последний раз у них выигрывали, не помнишь? Или не выигрывали еще в CSGO? Да, черт знает, не знаю. Хорошо, тогда расскажи немного о самой игре, как она вообще для тебя развивалась. Ну, для меня довольно неплохо развивалась, я практически всегда делал свои минусы, делал свою работу, все, что от меня требуется. Практически никогда не тупил, хотя вот было пару моментов, особенно на допах на Inferno, было несколько таких микро-ситуаций, когда я должен был убивать сразу, не убил, из-за этого убили моего тиммейта, из-за этого потом проиграли раунд, потому что мы остались в меньшинстве. Но в целом я очень доволен, я был подготовлен к этой игре, я знал, как играют соперники, я, в частности, знал, как играет Guardian, потому что там же на HellTV.org, там всякие, там Guardian, Маркелов и так далее. Ты изучал противника? Не то, что изучал, но я смотрел игры, иногда смотрю демки, я вижу, как играют люди. Ну, ничего, особенно, там скидки, да, у Guardian жесткие, а вот само понимание игры немного хромает. Ну, индивидуалист, короче, он. И, ну, я это знал, и вот, допустим, он на, на Дасте, я, я, ну, этот человек, ну, он как, ну, как открытая книга, он каждый, ну, первый байраунд выходит в мидл отстреливать авик, и он смотрит прицелом за контров в левую сторону респа. Ну, он каждый раз это делает. Я встал в правую сторону, ой, в левую сторону от меня, вправо от него, и просто сказал, что, ну, человек, ума хватило. Ну, он вышел, я его убил. Все. Ну, и понеслась там, раунд за раундом, и брали. Ну, то есть... Это когда ты на парапет выходил, да? Да нет, на парапет уже другая ситуация, а вот именно в самом начале раунда, то есть там первые секунды раунда, все, мы 5-4 без их главного УП. Ну, это мелочь такая, но это то, что я запомнил, но... А в целом по игре, вот у вас было, по-моему, на первой карте 5 матч-поинтов, и почему вы отдаёте вот такие вот важные раунды, преимущества? Начнём с того, что Инферно — это одна из самых слабых наших карт, просто по одной простой причине, потому что мы эту карту играли, начали играть буквально пару месяцев назад. То есть мы всегда тренировали Train, Dust2 и Mirage. Поэтому, как бы, уверенности большой нету... У нас нет большой уверенности на этой карте, нет много наигранных розыгрочных ситуаций, ну и понимания особого. Поэтому было сложно. Но мы за счёт своего скила, там, координации и так далее, мы брали ключевые раунды. И вот как раз тот момент, когда надо было дожать, вот у нас этого и не хватило опыта игры на этой карте. Поэтому вот и не смогли. Потому что потерялись, мы тошнили, там, неуверенно играли, там, в 30-20 секунд пытались зайти на какую-то точку. Ну и это сыграло с нами злую шутку. Вот так вот. Вчера появилось новое, что ESC вроде как распадаются, вернее уходят из гейминга. Твоя реакция? Очень жаль. Очень жаль. Много с этими ребятами было прожито, проиграно, выиграно. И выиграно, да. Жалко. Но им очень-очень не везёт, им всю жизнь не везло с организациями. Я понимаю, что если у нас всё, ну, грубо говоря, стабильно, всё хорошо, то есть мы не паримся по поводу там зарплат особо, по поводу поездок, а они об этом парятся, грубо говоря, всю свою там жизнь, карьеру всю свою, да. И в тот момент, когда вот сейчас уже всем по 25-26 лет, там, за исключением Паши, по-моему, ну, уже это очень сильно напрягает. Ну, и я думаю, всё рационально, то, что они, ну, решили всё-таки отойти от дел. Ну, тяжко им. Понятно. Ну и жаль. Несколько слов о завтрашнем финале. Что ты вообще думаешь о НИП? Они всё-таки, ну, рекордсмены похлеще вас даже в CS 1.6. Да нет, ну это понятно. Как думаешь, как будет... Чего? Какой CS 1.6? Ну, я имею в виду, если сравнивать количество выигранных подряд турниров и вообще вот, ну, нахожение на топе в этом плане. Короче, ладно. Как ты думаешь, какие завтра будут карты и как вообще будут развиваться события? Best of Five, по-моему, система. По картам ничего не могу сказать. Я знаю, что мы чёркаем по одной карте, то есть мы чёрканём НЮК. В любом случае они чёрканут, скорее всего, Мираж. Либо опять же-таки Инферно, в чём я сомневаюсь. Ну, не важно, что-нибудь такое. То есть мы будем играть Трейн, там, какой-нибудь АС-2. Ну, в общем, сложно по картам говорить. По ситуации могу сказать, что шведы сильны, шведы очень сильны. Но как Virtus.pro уже неоднократно доказывали, их легко поломать. Их легко морально поломать. Вот берёшь ключевые раунды, берёшь ситуации после размена. Буквально два-три взял, и вот уверенность, на которой играют НИПы всё время, она теряется. И НИПы начинают нервничать и проигрывать раунды, у них пропадает стрельба. А это главное. Когда Форест и Гетрадь не попадают, там зажимают в панике. Вот это самое главное. Вот, грубо говоря, у нас задача на завтра, вот именно сломать мораль команды и сломать их уверенность. Если у нас это получится, у нас есть хорошие шансы у них выиграть. Если же нет, ну, мы постараемся дать достойный голь. Понятно. Хорошо, спасибо тебе за интервью, желаю удачи завтра. Да и тебе не хворать.